Друзья, всем привет! Сегодня готовим маринованные, быстрые овощи, которые подойдут на закуску и на новогодний стол, и на любой другой праздник, или просто на каждый день. Сначала берем сырую морковку и очищаем ее от кожуры. Затем морковку нарезаем соломкой. В принципе, можно резать и кружочками, или полукружочками, как вам больше нравится, но главное нарезать овощи одинаково. Мы все-таки решили порезать соломкой, потому что это на столе смотрится всегда намного интереснее. Теперь морковь убираем в сторону и точно так же режем огурец, тоже соломкой. Огурец от кожуры очищать не нужно. Но, если вы совсем не любите кожуру от огурца, конечно, лучше ее срезать. Я знаю, что некоторые не едят косточки, то есть семечки, которые находятся в огурце, их тоже, если вы их не любите, тоже их можно убрать. Ничего в этом страшного нет. Теперь берем самый обычный белый репчатый лук и нарезаем его на тонкие полукольца. Если вдруг репчатый лук вы тоже не любите или его у вас не нашлось, можно заменить, например, на красный крымский сладкий лук. Тоже пока сдвигаем лук в сторону и переходим к перцам. Нам понадобятся либо перцы чили, то есть очень острые, либо любые острые перцы. У меня были вот такие вот, я не знаю, как правильно они называются. Покупала их, кажется, во вкусвили. Вообще из таких перчиков косточки, то есть семена лучше не удалять, потому что именно в них содержится острота. Но нам показалось, что с семечками будет уж слишком острый, поэтому мы решили их убрать и нарезать перец вот такими вот тоненькими полукольцами. В общем, здесь смотрите сами. Если вам хочется, чтобы перец был, ну, очень острый, тогда семечки не убирайте, оставляйте их там. Если вы хотите немного убавить остроту, то тогда семечки лучше, конечно же, вынуть, как это сделали мы. Все овощи мы нарезали, вот что у нас получилось. Теперь отодвигаем овощи в сторону и приготовим маринад. Наливаем в чашку самый обычный столовый уксус 9%, который есть, мне кажется, у каждой хозяйки. Добавляем к нему сахар, тоже самый обычный, белый, и немного соли. Ну, как немного. Точное количество ингредиентов вы можете посмотреть в описании под видео. И все это очень хорошо перемешиваем с помощью вилочки. Примерно 3 минутки. Мариновать таким образом овощи можно прямо в тарелке. Но так как овощей у нас было много, мы решили делать это в салатнике. Берем красивый салатник или большое блюдо, перекладываем туда все наши овощи, которые мы до этого нарезали, Пока ничего не перемешиваем, просто все складываем в это большое блюдо. И теперь берем баночку консервированного ананаса. Желательно, чтобы он был, конечно, уже нарезан на кусочки. И аккуратно с помощью вилочки перекладываем кусочки ананаса в наш салатник. Сок нам не понадобится, сок сюда добавлять не нужно. И теперь заливаем все это маринадом. Маринад нужно периодически перемешивать, чтобы соль и сахар распределились равномернее. Просто выливаем весь маринад на наши овощи и фрукты. И все это дело хорошенько перемешиваем. Только посмотрите, какие здесь яркие краски. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, белый. Просто потрясающее сочетание. Мне кажется, на праздничном столе эта закуска будет смотреться очень круто. Особенно, если выбрать для нее красивую тарелку. Маринованные овощи нужно оставить постоять в маринаде примерно 10-15 минут, после чего сразу же подавать к столу. Они маринуются достаточно быстро. Если их подержать в маринаде лишнего, например, несколько часов, вкус может немного измениться. Поэтому эту закуску лучше готовить непосредственно перед подачей. Приятного вам аппетита!